ты на канале принцесса спорта сегодня мы снимаем мой рейтинг по сложности предметов художественной гимнастике извините заранее за голос я просто немножко приболела и мне теперь чуть-чуть тяжело говорить и не будем затягивать и поехали на пятом месте у меня мячик мне этот предмет дается легко ну я не знаю как у остальных но это лично мое мнение мне кажется у меня он их получается хорошо лучше чем остальные предметы мяч кумячий кофт не с алиэкспресс оригинальный сейчас вам покажу несколько пока точек но из-за того что у меня потолки низкие и места в доме не так уж и много я не смогу делать броски покажу вам перекатики ребята сейчас многие знают то что на русских youtube каналов проблемы с понятизацией и все кто хотят поддержать наш канал чтобы мы выпускали новые видосики ссылочка на бусте на четвертом месте у меня уровень с этим предметом тяжело делать риски а перекаты вроде бы тяжело вроде бы нет так 50 на 50 следующий предмет у нас убрать сейчас я вам покажу несколько перекатиков повторюсь нас под руки мучки поэтому не смогу сделать броски у меня тут оторвался скотч надо будет перемотать на третьем месте у меня лента я считаю этот предмет сложно в том что время упражнения может завязаться и тебе нужно этот развязать узел и чтобы тебе не сняли баллы потому что если судим виду что ты продолжаешь сделать с узлом они тебе снимут очень много баллов нужно даже неважно успевать или нет встать и развязывать узел потом продолжать делать упражнение magic как шпага из какого-то спорта не помню как называется пишите в комментариях отручный комментарий закрытый ну ладно так это карабин называется вроде бы сейчас будем к карабину привязывать вот эту вот линточку и вот сюда вот продевать вот здесь и 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 сейчас еще сделаю большие круги. Вот такая вот какая-то подброска есть, только это на риске, но риска не получится сделать, поэтому просто подброску сделаю. Восьмерочка есть, вспомнила. Залипашка. На втором месте у меня скакалка. Я считаю это сложным предметом, потому что она очень тоненькая, ее тяжело ловить, всякие броски там делать. В 2019 году ее убрали и ее опять вернули. В 2024 году все КМС будут ее делать вновь так же, как и делали раньше. Ну, как делала раньше Алина Кабаева, все пять предметов. И это я считаю очень хорошо, потому что чем больше предметов, тем больше баллов. И тем лучше, и тем больше хороших мест. С ней я знаю немного всего, но постараюсь показать то, что я знаю. какой-то зелье китайское. Сейчас я вам покажу, как сделать узел для обраска ногой. Я не поняла, как этот узел завязывать, поэтому я решила придумать свой способ. Узел нам пока что не нужен. Убираем его. Вот. Одной рукой берем за вот этот верхний узел, а второй берем за вот эту часть скакалки. И начинаем вот так вот перебирать. Вот, и у нас образовывается вот такой вот кружочек. Вот. И готово. И мы не сможем сделать бросок. Ну, просто мы вот так вот вставляем ногу, держим обязательно пальмой рукой, шагаем и бросаем ногой. Ну, отпускаем рукой и бросаем ногой. Вот у нас она улетает и воем. Ловить одной рукой? Я не знаю, зачем мне это. У меня показалось. На первом месте у меня булава. Я считаю, это самый сложный предмет в художественной гимнастике. Потому что их две, они очень тяжелые, они маленькие, их тяжело ловить. И если она тебе продать и другую голову, она очень тяжелая, это будет очень больно. А если тебе их две продать, тогда вообще и жизнь. Не пусть. И сейчас я в итоге подумала, что надо было в итоге скакалку на первое место по сложности поставить ленту на второе, а булаву на третьей. Потому что я поняла то, что у меня булавы еще лучше ленты и скакалки получаются. И сейчас я вам покажу мельницу. Мельница над головой у меня не так уж хорошо получается, но... Итак... Первая мельница у нас, она вперед. И мы сделаем отдельное видео, чтобы вас научить делать мельницу. мельницу. Первая мельница у нас, она назад. Научиться легче делать мельницу вперед, но потом, когда ты научишься делать назад, как тебе станет легче делать назад. Ну, у меня, по крайней мере, и так. Есть еще вот такая мельница, но я ее не делаю. Ну, точнее, я ее умею делать, но мы ее часто особо не работаем. Ну, это самая легкая мельница. Ну, и следующая мельница у нас над головой. Сейчас я вам покажу вращение вперед и назад. Есть еще такое задание на координацию, когда ты одну руку вращаешь назад, а одну вперед. И это должно делать одновременно. И на другую руку. На эту руку мне что-то как-то кривое вращение. Еще есть маленькие подбросочки, есть на себя, а есть от себя. И от себя. Если ты тоже любишь гимнастику или любой другой вид спорта, то подписывайся на наш канал и ставьте лайки. А теперь приветы. И огромное спасибо нашим подписчикам на Boosty, что они нам помогают и дарят возможность делать новые видосики. До свидания. started паузом. Игра уже и появляется.